Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Мы проводим беседы. Цикл называется «Во свете Библии». Вот я показываю эту святую книгу. Святая Библия. Мне Бог дал знание ее и толкование святых отцов. Я занимаюсь ее ровно 50 лет. 51 год пошел. Обратился я в 23 года у 50-ников, хотя им не было. А в их доме получил Библию. Все мое было обращение. Там придется покаяние, прощение, рождение свыше, исполнение благодати Духа Святого. Мне Бог дал, потому что у меня было обращение как у Саула. Дышал угрозами, готовился террористом быть. А Бог призвал меня, сделал христианином. Сегодня хотелось побеседовать. У нас тема называется «Во свете Библии открытым оком». Побеседовать о заботах житейских. Многие очень люди болеют и заботились, и вот не могут заботиться о детях, заботиться об имуществе, заботиться, как теперь вот такая прям война где-то на пороге, спрашивают об этом. Ну, и заботились. Этого не надо делать. Совершенно не надо. Доверься Богу. В каждом вопросе нужно дойти до последних. Как поступил бы Христос? И у Бога ответ выпросить на молитве. Я веду беседы по-другому, чем вот я многих знаю, там, священники, которые выходят, беседуют с народом. Вот у Осипова, профессора, там, отец Дмитрия Смирнов. Вопрос, ответ, и как будто бы, ну, у Осипова еще что-то побольше встречается. Самое правильное отвечает Олег Стеняев. Я готовлюсь к ответам очень-очень медленно, тщательно. Я беру уже из готовых материалов своих, что говорит об этом Библия, святые отцы, каноны, и все это выбрать. В общей сложности это я должен выбрать материал из трехсот книг. А потом самое нужное, выжимки эти уже даю для людей, чтобы вы знали, что есть вот такие мысли. А что ты поверишь, не поверишь, меня Бог не спросит, потому что я живу по главе Матфея 22 главы. Идите, зовите, они не пришли, побили, вот она разбитая голова у меня. Ну, это перед Богом. Не надо этого бояться. Итак, в последних наставлениях Иисус Христос так предостерегает. Смотрите за собою, чтобы сердца ваши не отягчились объедением, пьянством и заботами житейскими. И чтобы день тот не постиг вас внезапно. Но объедение это смерть, излишний вес. Сейчас показывает, женщина 275 килограмм, но мужчина 500 килограмм. Самый такой больной. И какая причина? Да я мало ем, и прочее. Это все от еды. Я когда-то буду говорить на эту тему объедения. Но заранее скажу, а то может не будет этой темы. Четыре причины, от чего человек жирный. Первая, прозаическая ложь. Это обжорство. Сейчас оболжить тема была. И лишние калории. Не могут усмирить свой язык. Ну второе, не изработается. Калории невыработанные остались. Ну я как пчелка работаю. Мало работаешь, нужно больше работать. В день раза три пропотеть или быть потным весь день. Ну а третье? Третье многоспанье. Поел на бочок. Потно встал, рано лег. А четвертое? Четвертое это беззаботность. Ему трын трава. Хоть вся страна кверх ногами будет. И лишний раз не взволнуется. Нужно чувствовать себя в безопасности перед Богом. И в опасности отовсюду. Ягненка помести. Корми его хорошо. И рядом волчью клетку. Только чтобы не достал ты. Ягненок не будет толстым. У него даже орешки не сворачиваются. А непереработанная трава из него вылетает. Надо помнить, что дьявол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. А ты хохочешь, рот развиваешь. Златоуст говорит, не думай, что дьявол вскочит в тебя. Надо реально ощущать эту темную силу. Это личность, у которой легион берет всем злейших и поселяется в человеке. Заботьтесь, чтобы не было забот житейских. Лука 21.34 Не заботьтесь для души вашей, что вам есть. И пить. Не для тела вашего. Во что одеться? Душа не больше ли пищи и тела одежды? Потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его. И это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о себе, о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Матфея 6.25 и 31.34 Тут одно место такое есть. Написано так. Ищите прежде в Царстве. И это все приложится вам. Говорят, а все считают, и все остальное приложится вам. Вот это ложь опять же. Все остальное не приложится. Впереди говорится о пище и об одежде. Все сие это. Я слышал это. Все остальное. Сектанты все так говорят. Священники все так говорят. Редко-редко, где они правильно процитированы. Но все остальное что? Крутую машину, дачу, отдых в Таиланде или где-то там в Турции. Только питание. Хлеб насущий дай нам дне. Все. Мы даже воду не просим. Бог подаст ее. Возложи на Господа заботы твои. И Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Псалом 54, 23. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. 1 Петра 5, 7. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца своего, что трудится под солнцем? И это суета. Экклесиаста 2, 22. Ибо человеку, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание и радость. А грешнику дает заботу. Собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божиим. И это суета и томление Духа. Экклесиаста 2, 26. А упавшие в тернии, это те, которые слушают Слово, но, отходя с заботами, богатством и наслаждениями житейскими, подавляются и переносят плода. И везде забота, забота, забота. Заботьтесь об одном – иметь Царство Небесное и правду его. Больше ничего не надо. Это любой верующий искренне подтвердит. Я вам скажу, братья, время уже коротко. Так что имеющие жен должны быть, как не имеющие. И плащущие, как не плащущие. И радующиеся, как не радующиеся. И покупающие, как не приобретающие. И пользующиеся миром с ним, как не пользующиеся. Ибо проходит образ мира сего. А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женаты заботятся о Господнем, как угодить Господа. А женаты заботятся о Мирском, как угодить жене. Вот 8 марта, день Валентина, там что попало собирает. Заботиться, что купить на праздник. Все это обман. Если ты думаешь помочь человеку, помоги ему реально. Вот есть такое еще слово, мечтатель. В Библии слово мечтатель, мечта только в отрицательном плане. Это кремлевские мечтатели. Он размечтался, думает. Так бывает, говорит, с всеми мечтателями. Нужно научиться правде смотреть в глаза, по правде поступать, жить по правде. И заботы возложить на Господа. Он сам говорит, я поставлю хребет свой, возложи на меня. Вот у меня в данный момент очень большие нерешенные вопросы. Слово «проблема» я исключаю из лексикона. Нет. Мне нужно одно, второе, третье найти, где остановиться, поехать. Ничего нету. Совершенно средств нету. И все смотрят, даже знают, что я глубоко верующий. Ну а где вы думаете иметь? Понятия никакого нету. Странно. Все странно. Ничего странного нет. Вы со мной не бываете круглые сутки. Я все время нахожусь рядом с моим Господом. Я прошу его. Я знаю, будут новые люди. Посланы. Вот в прошлом году мне нужно было достать. Ну вот мы раздали по домам, когда ходили, 30 тысяч новых заветов Евангелия. Это сумма солидная. Ну вот у нас все пришло к концу. Мы знаем, можно купить его на убратьев. Мы через интернет запустили. И на меня вышел один человек. Ну через модератор. У нас сайт, форум, работают модераторы. Через модератора. Находится человек в городе Иркутске. А кто он такой? Ну не православный. Какая-то там новая жизнь или что-то такое. Благословение какое-то, название. А кто он такой? Ну я могу даже назвать. Чтобы люди знали, что у нас в стране такие люди и есть. Не православные. Игорь Кукушкин, фамилия его. Я у него нынче был. Но я никогда не думал. Когда мне сказали, ну я на него даже не вышел ни разу. Но нам нужно. И мы приезжаем туда, прасывается машина. Мы идем с ним разговариваем. Договорились, что он дает мне 3000 экземпляров. Мы поднимаемся под ступеньком. Я посчитал там 7 ступенек. Прошли в дому. А теперь в подвал скупать. К примеру, в 11 ступенек. Ну и посчитайте, 16 ступенек. Пока мы эти 16 ступенек шли, я мысленно молился и разговаривал. И когда мы спустились вниз, он обернулся и уже другой человек. Так сколько я говорил вам? Я говорю, а сколько можете дать? Я уже не называю цифру 3000. Он посмотрел склад. Так, берите, сколько увезете. Понимаете как? Это даже вообразить нельзя, сколько. Ну конечно, что мы, коробки, коробки, коробки пошли. Теперь я с священником в каждый храм коробки, коробки. Я же их не на продажу взял-то. Почему он так сделал? Потому что он в этот день постился. Он мне все это открыл. Он не православный, но он постился. И он сказал то, что я не имею права, может быть, говорить, но я скажу. Он говорит, я стал замещать в себе, у меня нет духовного роста. Я взглянул на него другими глазами. Блажен ты у Господа, ты уже совсем рядом стоишь. Тебе еще перекреститься наше. Наши увидели, как он уже перекрестился. Девять ребятишек. Девять. Мало-мало, меньше, меньше ребенок на руках. И старший еще из дома не вышел. Все при нем. И когда мы стали разговаривать, я терпел первого человека. Я православный, но он-то не православный. И он мне осознался, я всегда платил пять десятин. А люди за одной трясутся сегодня. Имея девять детей на руках, и он платит пять десяти на дело Божие. Но он готовый православный христианин. Уже готовый. Да дай ему Бог, чтобы все остальное открылось. У меня ролики есть, они стоят на моем, здесь, на форуме. Игнатий Лапкин. Зайдите в Мейл.ру, и вы там его найдете. Мы беседуем. Все это ролики снятые. Как мы беседуем, сидим у него в доме. Зайдите, посмотрите. Благовестия там у меня много очень поставлено. Значит, в первую очередь, не иметь забот. А он имеет забот. Он, как я всегда молился и доверял Богу, переезжая с Новосибирска, сюда, не знаю с чего. Ну нет, такая семья. Все. Знаете, как Бог делает? Ему нужен большой дом. Ему нужно два этажа. Ему нужен огород. Нужен большой гараж. Все. Все это будут делать. И кто это сделает? Православные. Вот как. Они строят там храм, но какие-то загвоздки, другое место, они уже построены почти. Ну, как в виде дома. И все там видно, что это храмово было. Все ему продали. И продали по цене, которая у него была. У него больше денег не было-то. Сбавили цену, может, в несколько раз. Это чудо в городе Иркутске. Я облился своими глазами и говорю, благословенную Господь позволил увидеть то, что я у православных не видел. Православные на него работали. И не один день. Такой дом и такая семья туда вошла. Зайдите, поинтересуйтесь, посмотрите на него. У него улыбка с лица не сходит. Он всегда радостный и веселый. Но он не православный. Да благословить его Господь. Да воздаст ему. За его доброту и доверие Господу. Премудрость Божия. Есть советница на доброе. Тишение в заботах и печали. Премудрость 8.9. Премудрость Соломона. Ревность и гнев сокращают дни. А забота прежде времени приводит в старость. Никакие помады вам не помогут. И заботились. Доверьтесь Господу. Неверующий, он не может жить без заботы. У него забота обо всем, обо всем. А что будет, если так? Он не знает, куда сейчас прятать. Ничего не будет. У меня строгие правила. Солнце коснулось горизонта. Ко мне не приходите. А жена ушла где-то. Горизонт. Говорят, солнце. Они совместились. Ночую, кто там первые ближе живут. Это правило мое. Но вот мне нужно встречать людей. Я каждую полночь выхожу, иду, встречаю. Для Бога. Эти правила мои мне помогают. У меня Ленин послушался. Его долго была беседа. И захватил в закат солнце у меня в доме. Я говорю, Алеша, не выходи из моего. Жили здесь до утра. Я пойду. Но я прошу тебя, мое правило не нарушай. Я пойду. Пошел. Останавливают бандиты. Раздели до гола. И он плакал, молил, и только оставили его. И он сказал, я рядом живу. Я отдам все, что надо. Только под ножом стоит. А яблоко было. Взял один, я не знаю, яблоком что ли, по забору, по другим по нему ударил. И все там пнули. Уж не знаю, что с ним было. Имейте какие-то правила и не заботитесь. Заботился о семье ночью, она вроде семья умрет. Ничего не будет. Доверься Богу. Истинные служители Господа, они не заботятся ни о чем. А об одном. Как угодить Господу? Как не потерять царствие Божие? Как не нарушить обещание, данное Богу, служить доброй совестью, данное в крещении? Дальше читаем. Потому что о лишнем не заботься. Серахов 3.23. Прежде болезни заботься о себе. Серахов 18.19. Слово Божие настаивает заботиться о чести имени своего, не запятнать бы его грехом. Заботься об имени, ибо оно приводит с тобой долей, нежели многие тысячи золота. Серахов 41.15. Серахов 41.15. Выполнить попечение о дочери нужно. Заботься, если у тебя дочери, а ты все сидишь телевизор смотришь. Дочь для отца – тайная постоянная забота, и попечение о ней отгоняет сон. В юности ее, как бы ни отсвела, и в замужестве, как бы ни опротивила. В детстве, как бы ни осквернилась и не сделалась беременной в отцовском доме-то. В замужестве, чтобы не нарушила супружеской верности, и в сожительстве с мужем не осталась бесплодной. Над бесстынной дочерью усиль надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчей в городе и упреком в народе, и не остромила тебя перед обществом. Серахов 42.9.11. Такие книги, вот, отвергли сектанты. Это книга Серахова, читаю. Ну, в книге 48 глава. Господь удерживает излишнюю любознательность о судьбах мира сего. А ты заботься о себе, подобным тебе ищи славы. Третья ездра 8.51. Не заботься, что будет там, как дальше, какая страна, где Китай захватит территорию, где Америка. Ничего это не дает, во-первых. Ничего не дает. Ты только молись, чтобы президент по совести работал и все остальное. Они воюют, но это их дело, они пусть воюют. А мы воюем молитвою. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Филисисом 4.6. Я прошу, но все по-другому. Но я же просил. У меня были такие молитвы, которые, ну, редко кто молился об этом. О чем я молился? Я печник, делаю печь. У меня зарплата сторожа была, 72 рубля была. А печь сделаю, 35 рублей. А в день я фундамента с трубой две пищи мог сделать. У меня выработка всегда была 280-300 процентов. У меня в день заработок больше был, чем за месяц на государственной работе. Но у меня была забота. Если это бабушки, бедные, я ни рубля не брал. Но говорил, разменяй баба по рублю и нищим подавай возле церкви. И попроси, чтобы Александр вернулся. Никто не знал. И бабки не знали. Я молился о возвращении на родину Александра Исаевича Солженицына. Так он мне дорог. Мне некоторые говорят, даже чем-то вы похожи и внешне. И он вернулся. Для тебя просто вернулся. А для меня по моей молитве. Я все время молился о крушении дьявольского, сатанинского, советского режима. И он рухнул. Для тебя просто Ерсен там пришел. Или Горбачев. А для меня это по молитве он пришел. По молитве разрушил. И я все время старался отдавать милостыню на эту тему. Господи, устрои как тебе угодно. А если не так. Не так, значит Богу не угодно. И далее считаем. Священнослужитель всегда должен заботиться о проповеди для народа и о своем духовном росте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не не ради о пребывающем тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству, с возложением рук священства. А всем заботься. Всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учения. Занимайся с ним постоянно. Вот так, ибо так поступай. Из себя спасешь и слушающих тебя. 1 Тимофея 4.13.16 Лука 10.40.42 Марфа же заботилась о большом угощении. И подойдя сказала, Господи, или тебе нужды нету, что сестра моя меня одну оставила служить, скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же сказал ей в ответ, Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Вот заботится о здоровье, таблетки глотать. Мне вот в 73-й год, 73-74, я еще ни одной таблетки не съел. Почему? А я совершенно не заботюсь об этом. Я знаю, Бог даст столько, сколько надо. У меня голубят, и я лажу на них, сегодня только уже слазил, наверное, не один раз. То покормить, то поиграть. Больных полечить. Заботься о главном. Заботься о всех в молитве. Включи в свою молитву президента Соединенных Штатов, кого ты еще знаешь, правителей в городе. О детях, особенно молите, чтобы они не были такими беспечными. А то я встал на молитву, о чем я должен молиться. Не знаешь, о чем молиться. Япония цунами смыла. Позаботьтесь, чтобы Бог дал им добрую землю, где она пустует. Ты не знаешь, о чем молиться. Евреев, не знаешь, не слышал, что с ними делали. Помолись, чтобы Бог им открыл истину. Чтобы они не обманом занимались, как говорил Березовский, а занимались поиском Бога. Они для этого призваны. Богом избранным, не сатаной избранным должен быть народ. А богатство приобрести, это не такая уж и важность. Кавычки открываю. Дошло до Святого Собора, что некоторые из принадлежащих Клиру, ради гнусного прибытка, берут на откуп чужие имения и устрояют мирские дела. О Божьем служении не берегут, а по домам мирских людей скитаются и поручения по имениям приемлют из сребролюбия. Посему определил Святой Великий Собор, чтобы впредь никто, ни епископ, ни клирик, ни монашествующий не брал на откуп имения и в распоряжение мирскими делами не вступал. Разве только по законам призван будет к неизбежному попечительству над малолетними. Или епископ града поручит, кому иметь попечение о церковных делах или о сиротах и вдовах беспомощных, и о лицах, которым особенно нужно оказать церковную помощь ради страха Божия. Если же кто преддерзнет приступить сие определения, таковой да будет подвергнут церковному наказанию, чтобы не было то, что бездеса устраивает табачный, алкогольный, нефтяной. Церкви это не должны заниматься. А где это написано? Шестой, четвертый Вселенский Собор, третье правило и десятое правило. Седьмой Вселенский Собор, десятое правило. Рассуждено, да не бывает епископ и пресвитер и диакон откупателями ради корысти или управителями, и да не приобретает пропитание занятием бесчестным или презрительным. Второе Тимофею, 24, Карфагенский Собор, девятнадцатое правило. Специально сегодня было указано священникам не брать за таинство нигде. Теперь добровольное пожертвование, а цена еще повысилась. Это ложь, обман, корыстолюбие. Краснов Левитин, шесть сроков отсидевший в сталинских лагерях, говорил, государство больно проказы, корысть и корысть, трусость, трусость и корысть. И трижды больна моя родная православная церковь. Слово «не заботься» не означает не работать или небрежно, бездумно жить. Не заботься, не ахай, не стани, не умирай преждевременно от забот, но усердно и честно трудясь, уповая в молитве во всем на Бога. И не загадывай вдаль, не говори. Говори так, если Господу угодно будет и живы будем, то сделаем. И зря не хвались, не тщеслався. С весны языком собирать в закромах. Теперь послушайте вы говорящие. Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и произведем там один, поживем один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь? Пар, являющийся на малое время и потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Якова 4, 13, 17. Оттого многое в общественных и частных делах идет у нас не по нашему желанию. Это все в кавычки берем. С чего? Что мы заботимся не о духовном прежде, а потом о житейском. Но извратили порядок. Не жизнь для пищи, но пища для жизни. Дарована нам Богом от начала. А мы как будто для едения пришли в мир. Так все проживаем на это. Святой Анзлатоуст. У пенсионеров как будто нет другой заботы. Ись, ись, ись. Телевизор, туалет, холодильник. Вот в этом треугольнике теперь и снуют. Да есть же другое. Ты старой ничем не занимаешься. Молись Богу. Мы вот из дома в дом входим. Бывает, зайдешь в день, бабушка лежит. Баба, а что ты лежишь одна? Да я одна. Что, да болею, встать не могу. Ну на горшок-то ходила? Да ходила. А что ж ты лежишь? Да вот сын уехал, бросил. Я одна. Да, еще делать тебе нечего совсем. Ну а кому я нужна? Богу нужна. Бабуля, встань. Давай помолимся. Ты знаешь у нас президента как звать? Да знаю. Так почему ты за него не молишься? Патриарха знаешь как звать? Молись. Кто председатель этого вашего района? Я ее так занаряжу. Ухожу, она все еще молится стоит. Мы можем влиять на цунами, на кораблекрушение. На взрывы в Чернобыле молитва и смиренной жизнью. Потому что там тоже чьи-то дети были. Кавычки. Кто желает и заботится, чтобы одежда или обувь шла ему с целью понравиться людям, тот очевидно страдает человекоугодием, удаляется от Бога и в самых малоценных вещах выказывает недуг суетности. Люди, сильно предавшиеся житейским попечениям, подобно откормленным птицам, напрасно имея крылья, они не могут оторваться от земли. Василий Великий. Даже в моем мире, Mail.ru, вот есть, вот все время меняют что-то, меняют, говорят аватар какой-то, фотографии свои, зачем меняете? Фамилия другая, да что-то иностранное пишите. Ну напиши свое имя, фамилию, свою биографию, напиши там. Ну чего лгать-то? Даже в этом интернет это свалка лжи. Но абсолютно все лгут. А мы каждое воскресенье, вот тут собираются люди, мы записываем собрания, занятия, хорошие, плохие, мы их ставим, мы ничего не скрываем. И не только это, вот мы ездили от Москвы до Владивостока, заснятое, все мы поставили. Кто-то радуется, кто-то недоволен нами. Кавычки. Иметь попечение о видимом, свойство, не представляющим для себя никакой надежды в будущем веке. Ни страха суда, ни угрозы гиенской, ни ожидания благ, ничего-либо уповаемого по воскресенье, свойственно людям, которые наподобие животных, видят только настоящую жизнь. Признают за благо одно то, что может дать удовлетворение гортани, чрева и прочих сладострастных требований. Григорий Низкий. Это брат Василия Великого. Кавычки. Пренебрежем всем житейским, отвлекающим ум от Бога. Ибо за силой и красотой следует старость и немощь. Славу и богатство рассеивает смерть и тление, а правда пребывает вовек. Ефрем Сирин. Кавычки. Лучше носить ветхо и заботиться о душе в страхе Божьем, чем одеваться пышно и жить неблагочинно. Ефрем Сирин. Вот меня когда видят, что я так одет, у меня брюки, я сам заплатку на заплатку накладываю. Мне хорошо, мне тепло. Меня за это осуждает, вы хотите похвалиться. Ну чем хвалиться? Ну я просто люблю эту одежду старую. Мне нравится один какой-то как бы рассказ. Молодые разводятся часто и стариков спрашивают, а вы сколько прожили? Говорят, мы 65 лет прожили. 65 лет, а вам сколько? Да нам уже до 90 по-бой. А как вы сохранили так? Знаете, мы жили в такое время, когда старые вещи еще чинили, а не выбрасывали. А сегодня думают, эту жену брошу, починить-то не надо, она больная-то. Или сын родился с каким-то недостатком. Новую найду. Мы, говорит, так не жили, мы эти примусы и лечили. Вот ответ где. Кавычки. Лучше носить ветхо и заботиться о душе и страхе Божьем, чем одеваться пышно и жить неблагочинно. Снова. Заботящиеся только об украшении своего дома, богаты только внешними благами, не родят о внутренних благах. И не обращайте внимания на то, что душа их пуста, нечиста и покрыта паутиной. Но если, презрев внешне, они всю свою заботливость обратят на свою душу и будут украшать ее, она сделается жилищем Христовым. Что может быть безопаснее и выше, чем иметь лишь одну заботу о том, как угождать Богу? За сим, братья, просим и умоляем вас, Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. 1 Финанскийстам 4.1. Господь, когда видит благомыслящую душу, немного заботящуюся о настоящем, является о ней великое промышление. Если мы сами заботимся об имуществе, Бог удаляет от помышления о нем. Об этом имуществе. А если все возложим на его попечение, он и наше имение устроит во всякой безопасности. Не будем не родить о душах своих, потому что души нет цены. Охотно притерпим искушение, всякую скорбь и тесноту. Будем укращать тело, порабощая его душе строгим постом, всеночными бдениями, возлежаниями на голой земле, трудами и вообще суровой жизнью, чтобы душа наша со дня на день обновлялась. Святой Иоанн Златоуст. Мы здесь постарались сказать все, что известно о заботе. И не надо никогда стонать. Нужно научиться великое приобретение, быть благочестивым и довольным, войти в этот сил. Я всем доволен. Один рассуждал так. Я смотрю на себя в зеркало и вижу, я не самый красавец. Я смотрю в зеркало и вижу, что я не самый уродливый. И отсюда делаю заключение, что не сам себя я создал. Вот сегодня заботятся о какой-то пище. Вот я о себе хочу сказать. Когда это еще перестройки-то не было, а я работал на стройке. На стройке мне прорабам не давали работать. Приходилось бетонные, плотницкие работы, печник 40 лет был. И на второй этаж бетон катать. Это очень трудная работа. Тачкой бетон катать. Я брал с собой, были у меня сушеные, назывались паренки, свекла засушеные. Из них квас сделать, я маленько пожил. И хлеб я брал, две пластинки, хлеба отрезал и ложил. Ну я перебываю сапоги, а едем на реконструкции города, города Искитима. А там фазушники. Они это узнали, что я не ем мясо, у нас пост. Они взяли, хлеб достали, мыша убили и мыша туда заложили. А в один валенок забили кирпич, и я не могу вытащить. Ну шутники, конечно, молодые. Не знаю. Ну значит, я до вечера остаюсь совершенно без всего. И все равно не умер. И рассказываю, что не заботится себе. Большой дом, хозяйка уехала, я на квартире один. Сарай стоит далеко в огороде. Сильно метет пурга. Я иду домой. Иду домой. Там 4 километра. Все на машине. А я пешком один через лес по тайге по пояс пробью. Дорогу все равно пробью. Брюки так завязаны, чтобы снег не попадал. Захожу, следа никакого нету. Ни в ограду, нигде. Но мне надо ключ взять. А ключ в сарае лежит. Что же я и ужинать-то буду? У меня получалось так, что у меня денег никогда нет. Я получал деньги по милости Божьей сразу. Одновал там, куда надо. И оставалось только рубль-три рубля до получки. И есть, я сейчас хлеб взять не на что. Я открываю сарай. Сугроб рядом. Это не летом. Никакого следа даже близко. Даже листика нету. Захожу, большая литровая кружка стоит. Пар поднимается. И на нем куски хлеба лежат. Сейчас не помню, кажется, лепешка была какая-то. Я взял все теплое. Занес домой. Я по сегодняшний день не знаю, как она могла попасть туда, когда нет никакого следа. И как раз, это раз в жизни было. Я это принял как дар от Господа. Боюсь сказать, что ангел принес. Даже боюсь. Если согрешаю, прости Господи. Не забудьте о себе. Я никакие-то басни рассказываю. Встаю, мне нужно приехать домой. Билет стоит 2,70. Подходит бабушка. Мне ехать надо туда, сынок. Ты не дашь мне. У меня только 3 рубля. А ей надо. Какое искушение Бог посылает. Но она постояла, гляжу к людям, обращается. Никто не дает. У меня в руках только новенькая трешка. Я вышел из очереди. Она уже дальше. Я подошел бабу. Вот деньги. И сам пошел. Что же делать? Я пойду попрошусь бесплатно. Может быть. Руку в карман сунул. Трешка лежит на месте. Я снова в очередь встал и купил билет. Это тоже такое было. Тоже только один раз. А может я забыл. Забывать нечего. Она одна. Она одна оставалась у меня. Ее не было другой. Я номер-то не запомнил. А Бог силен это сделать. Да, я верю в это. Когда на него возложишь все упование. Вот мы сейчас нуждаемся о том, чтобы у нас была где-то ставка. Куда забросить нам литературу. Примерно 5 тонн. 5 тонн. Это не просто вот эти книги, которые есть. Это для того, чтобы нам развести по библиотекам. Все Европы, начиная с Польши, Португалии, Скандинавию, захватить здесь Прибалтику, центральные города России, спуститься в Грузию, Армения, Азербайджан. Через Чесню пойти и везде мы дарим эти книги. Дарим. Вот один комплект. Вот этот вот. Это 31 килограмм. Ну стоимость у меня все это высчитанное. Там 150, допустим, тысяч рублей где-то найти надо. Я ничего не могу. А вот это всего 12 тысяч. Но где? По сегодняшний день у нас нету. Есть более южный район. А нам нужно сначала на север забросить. Вот между Смоленском, от Москвы. Прямо, чтобы на Белоруссии выходить. В этом месте желательно, может быть, в селе в каком-то. Мы сейчас туда поставили контейнер. А потом в начале июня мы туда приедем. Оттуда уже мы будем развозить. Если кто услышит это, я не скрываю. Выйдите на меня. Мэйл.ру Игнатий Лапкин. Под этим именем и фамилием я один. Ну мой телефон. Можно позвонить на мобильный. Вот. 8-961-230-70-60. Моя забота на Бога. Ну а если у вас нет, никто не откликнется. Бог знает. Если не нужно, он поставит преграду. Теперь. У нас куплена машина. Но пройдет ли она через границу? Говорят, какие-то машины не проходят из-за вредности. Вдруг мы разузнали. Нам говорят, проходит. Но так ли? Подтверждения нет. Но машина уже купленная. Газель грузопассажирская. Но нам она подходит. То нагруза 7 человек вмещает. Вот. Собака как? С собой собака охраняет. Мощная восточно-европейская овчарка. Зачипировали. Справки все взяли. Но пропустят ли они? Литература с литературой не пропускает. Мы узнаем. Советуемся. Не пропускает. Теперь я должен получить запросы из библиотеки Англии и Германии, что библиотеки просят привезти. Тогда пропустят. Из каких библиотек кто может? Пришлите нам требования или просьба той библиотеки на нас. В интернете можно выйти. Это нам была бы помощь. Но в сегодняшний день пока ничего нигде нет. Мы только что получили заграничные паспорта. Уже получили. А в начале июня мы уже с приглашениями. Кто-то нас бы пригласил еще. Из Португалии никто не пригласил. У нас уже почти обеспечена Германия. Там Греция, может быть Нидерланды. Но нам нужно еще и где-то из Скандинавии, чтобы кто-то нас пригласил. Хотя это Шенгенская зона, мы пройдем. Это заботы. Но мы уповаем на Бога. Уже некоторые сегодня говорят, это невероятно. Это невозможно. Знаем, так и согласны. И когда мы понимаем, что у нас нет средств, а нужно 12 тысяч евро, примерно 500 тысяч, это там горющее, на все, только на это. У нас денег нет. Мы на несколько миллионов жертвуем литературу. Но это жертвуем, она нам не дает прибытка. Но как, на что евро, понятия не имею. Вот такая у нас вера. Так я беру только кратко. Как мы будем ночевать? Мы не можем зарезервировать себе какие-то отели. И там другие порядки. Здесь мы в лесополосу уходим, в специальное приспособление, выкапываем в земле печку, потом зарываем, места даже нет. Там этого делать, говорят, нельзя. Как мы будем питаться? Все для нас неизвестно. Но мы идем туда. Почему? Это как призыв на Божью службу. Мы идем для благовестия. Мы знаем, что за труды мы везем людям. Евангелие дарим где возможно. Встреча с русской диаспорой. Может за это время кто-то услышит и откликнется. Мне говорят, ну вы обратитесь. Ну вот я и обращаюсь. Заботы никакой нет. А если не откликнуться, все равно мы выезжаем. У меня было такое. И я знаю, как Господь это делает. Открывает тюрьму, и я захожу туда. Мне нужно проникнуть к этим людям. Меня арестовывают невинно. Я теперь там иду, благовестую, с камеры в камеру. У меня открыты все двери. Меня вызывает начальник тюрьмы. Он умирает, как жена говорит, по-христиански. Следователь меня допрашивает. Следователь принимает полное крещение. Православный, конечно. Я встречаюсь с людьми, с которыми никогда бы не встретился. Я молился, и Бог мне открыл дверью в тюрьму. Меня осудили. 193 мука Расапасар. И все. Я благодарю Бога, что меня арестовали не один раз. Я там был нужен. По-другому туда никак нельзя попасть. Бог так вот и устроил. А уж сколько преступников пришло, покаялось. Я их бы там не встретил. Ну может быть такая нужда заставила их более внимательно прислушаться, к чему я говорю. Ну а кончик, выйдя оттуда, меня знает тюремное начальство, мне открытая дверь. Я по рации выступаю. Иду по камерам. Мне разрешили, я с личными их судебные дела дают, я выбираю какое дело. А вот здесь трое повинны в убийстве. Я работаю с делами как следователь. Меня отдельно вызывают заключенного. Я с ним как настоящий следователь работаю. И из трех двое выходят до суда. Я их призываю к полному раскаянию. К смертникам нет входа. Тогда был еще приговоренный к смертной казни. Начальник тюрьмы, пока я живой, вы никогда туда не спуститесь. Это в подвале. Но у меня друг близкий был, друга могу назвать. Это прокурор края, генерал-лейтенант. Он сам приезжает туда, и мне дверь открывает буквально в тот же день. И я иду и беседую с приговоренными к смертной казни. Это Господь так делает. А заботы никакой нету. Просто нету. Мы, как я живу, для многих негде хранить картошку. Но это простые житейские дела. Наши все братья молодые там набирают, подпирают столбы, там выкладывают. И у меня здесь под домом, тут можно, я не знаю, сколько хранить. Там мест 12, наверное, семей могут хранить. Картошку, там овощи. Но мы вытаскиваем землю, и она там, самосвалов может на 15. Ее надо убирать, я же это загадил, дорогу занял-то. Убирайте. Заботы я не могу убрать. Я иду к мэру города, а мэр у меня как друг. Комеда уже работает, самосвалы, все увезли. Бог это делает. Притом у меня ни денег нету, ни никакого там звания. Ну-то я понимаю, там епископ или кто-то, вообще никакого. И Бог дает защитников. Вас понимаете, нынче обязательно дожи посадить. Три уголовных дела на меня воздвигли в течение одного месяца, как начальника. Избиение детей, там что угодно. У меня защиты никакой нету. Наступает осень. Все отступилось. Теперь я прошу у всех, как называется, сатисфакция, удовлетворение. Вы охлеветали меня, московский комсомолец на Алтае, там профессора были, КПРФ Алтайского края. Подаю в суд. Все суды выигрывают до одного. Опубликовали опровержение, заплатили деньги. Все. Заботы не было. Я Богу доверился. Все остальные пострамлены были, разбежались, никого нигде нет. В Божьи руки надо придать свою жизнь. Как тебе угодно, владыка, так да и будет. Во имя Его, во имя Христа, я прошу, пересмотрите, каждый, кто слышит свою жизнь. О чем вы больше всего заботитесь? О здоровье ребенка, ребенка своего, о положении в мировом масштабе, о стране нашей России. Посмотрите, есть ли польза от вашей заботы. Если никакой нет, да будет воля Твоя. Я не знаю, Господи, нужна ли моя жизнь вообще? Нужен ли я там, куда стремлюсь? В прошлом году мы никогда не думали от Москвы, а живем в Барнауле. Сначала там мы проехали, доехали до Находки, Владивостока, 240 сел и городов прошли. В каждом везде все дарим, встречаемся, людей собираем, то на стадионе, то лично где-то в Доме культуры. Это Бог так делает? Нашему Иисусу Христу, который возложил на себя наши заботы, хвала и слава во веки веков. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok